Всем здравствуйте! У нас в многоквартирном доме начали капремонт, в связи с чем уже два месяца нет газа и электричества. Шантажируют людей, что газ не дадут, пока люди не пустят их в свою квартиру, иначе они будут взламывать двери. Люди собрались навстречу с директором ГУБУ Жилищник. Извиняюсь, что трансляция, правда, здесь в связи с этим капремонтом нет ни разницы, ни света, и платить мы должны, как обычно, ежемесячно, нам присылают какие-то задолженности, хотя услуги мы не пользуются, они не подключают то в одном подъезде, то в другом, люди вышли. В связи с ним тоже никакой не возникают. Теоретически в эту квартиру можно зайти с предстоителем ОВД, для выполнения работы. Вы будете ломать? Ну, зачем ломать? Двери вскрываются, потом закрываются, замыкаются, отчатываются, плечи отдаются на ответственное хранение. Смету работ, которую необходимо выполнить для ликвидации посредствия аварии, и направляет это как в фонд капитального ремонта. И вот фонд капитального ремонта уже подрежает, там, помылькула и прочего. Что и сделано, в результате чего у нас на сегодняшний день? Нет газа, нет света уже месяц, платим огромные деньги, в частности, не платите. Вы будете жить без газа ровно столько, пока вы не допустите к выполнению работы, замене этой системы. Это не шантаж, это концентрация фарса. А вы кто такой? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, вы кем являетесь? Это уже в начале следующей серии. Мы немножко поставили. Это ГБУ жилищник, Гончаров Сергей Николаевич. Это ГБУ жилищник, да, понятно, Гончаров? Это ГБУ жилищник, который, когда я ремонт делала, мне помогали 10 тысяч за отключение стояка воды, чтобы батарею поменять. Каждый стояк говорит 10 тысяч. При батарее 30 тысяч, только за отключение стояка. Была достигнута договоренность о том, что мы предпринимаем все меры по оформлению договора согласно 630-й постановлению. Договор подписан, копия от договора передана вам. Мы ждем от вас проявления сознательности, это раз, и обеспечения дозвола для выполнения работы на замене аварийной системы газа. Месяц уже люди бессветные. Средническому заключению МОЗГАЗа признано неудовлетворительным. Это разные вещи. Пристекшим срок службы. Тут 630-й не приписывал. Аварийную ситуацию застало время и срок службы эксплуатации. Ситуации аварийной не было. Ее не было, аварии не было. Нет аварийной ситуации. У нас просто через человека инженер, юрист, я не знаю. Ну хорошо, если городские структуры делают что-то неправильно, ну пожалуйста, у вас все... Уже получается месяц, да, нет? Это не так пишут. Это не предстоит. Кончаров, ГБУ жилищник, Кончаров, как его по имени, отчество? Директор ГБУ жилищника. Не директор, нет, а главный инженер, скорее всего. Весьмота, не газа, он же на какого-то протяжении времени. Вы знаете, откуда? Он директор, да? На месяц нет газа. Весьмота, организация, так и сделала. И электричество тоже. А платите вы... А платим мы за него. Да, присылают задолженности. И когда я пошла в ГБУ жилищника, я положила заявление, потому что, ну, хоть я мне сказал, нужно подтверждение от управляющей компании. Мне сказали, что это за деньги, конечно, сколько. И как-то с днём. Ничего себе, и все равно два месяца нет газа, все равно... А то, что... А то, что... Как пускать людей, когда сейчас ковид? Мы все вот в этом, да? А ваши работники, вот жилищника... Наши работники... Они... Да бросьте вы! Вот они работают... Подрядная организация предоставит вам... Не надо, не надо. Я не знаю, что я забыть, когда вообще нельзя... Сергей, а вот как вот люди два месяца без газа, а все равно им щучки приходят, пусть они... Я уже на этот вопрос отвечал, его уже задавали. Ну, хорошо, я вот для своего канала. Это, на самом деле, ютуб-канал, поэтому я... Я рад. Вчера на эту проблему я хочу услышать от вас... Необходимо обратиться собственнику в ресурсоснабжающую компанию, которая поставляет газ, и они сделают переначивание. Ну, они пока что только присылают перерасчет с плюсом, что какая-то задолженность, непонятно откуда. Уважаемые жители, что мы будем делать в производственном работе и с доступом для замены системы газоснабжения? Сергей Николаевич, ну, прежде чем последует ответ, скажите, где можно увидеть перечень объектов пострадавших на товар? Где этому нужно? Вашу общую формулировку вопросов я не понимаю. Вы можете изучить полный пакет договора, который копию мы передавали представительству жителей. Уточняем, где мы можем увидеть перечень квартир. В договоре вы можете... Значит, техническое заключение копия тоже можем передать, уже передавали. Техническое заключение у инициативной группы вашего дома есть на руках копия. Но если там не упоминается красительство... Там упоминается очень много квартир. Помимо этих конкретных нарушений в конкретных квартирах, есть еще оставшаяся часть системы, у которой, повторюсь, истек срок службы эксплуатации. И самые опасные элементы этой системы, они находятся в любом перекрытии любой квартиры или любого общедомового помещения, общедомового имущества. Вот пока конкретный вопрос. Отвлекаешь немножко. Вот срезаем даже провод, вот сделаем, поможете, подойти? Да, подойти, вот у нас тут будет. Ну, наверное, там маркировки едят, заскочили. Вы знаете, потому что этих организаций, которые могут делать эти виды работы в Москве, их по пальцам от той руки можно ищить. Я об этом выражаю. Значит, сейчас какое просто предложение? Все те, кто, в принципе, не возражает, чтобы к ним в квартире зашли с этими работами и выполняли их наук в том числе, дайте представителю подрядной организации сегодня номера квартиры. Для первого понимания, для первого приближения, потому что в любом случае как-то нам надо с вами приемы. Вы неправильно ставите немножко цепь. Сначала бумажка от Росгаза, что нас не трогают. Я знаю, что вы просите одну бумажку. Можно? Происходит в ресурсе ОВД с составлением соответствующих актов. Уважаемые жители, значит, такой нюанс. Вот сейчас поступил вопрос. Значит, если есть квартира, в которой собственник, ну, никто не сосед, никто не знает, ни телефон не знает, где собственник за границей живет или еще где-то живет, да? Значит, мы будем организовывать в эти квартиры тоже как-то доступ с представителями ОВД с составлением соответствующих актов. И так далее. С там, с участием понятых и так далее. Для того, чтобы систему можно было собрать. То есть вы обязываете, собственник обязан пустить эти службы, да? Обязан, потому что, да, это общедомовая коммуникация. А если собственник, он не имеет права отказаться, да? Не имеет права отказаться. И как мы, так и любая другая организация имеет право подать на этого собственника в суд, если он отказывает в доступе к любым общедомовым коммуникациям, будь только за снабжение или какие-либо другие. Единственное, к сожалению, этот процесс не быстрый, поэтому лучше как-то разумно и вместе поступать и совместно решать эти проблемы. Ну, начнем с того, что нужно, во-первых, перерасчет сделать, вот мне сейчас какую-то задолженность прислали непонятную. Мы с нами взрослым с вами со словом ответственность. Какую ответственность несет жилищник? Ведь договор между, для работ газа, между жилищником, все работы. Между жилищником, вы там и по, между жилищником, тем хотя вы ответственность какую несете? Всю, абсолютно полную, за все, что касается общедомового. Да, но при этом вы пропускаете какие-то вещи, допускаете беззаконие какое-то, например, просто нет у вас договора. Да многих нет решений, договор есть. не надо все я понимаю он сейчас есть но вы ответ когда-нибудь за что-нибудь будете после открытия несет ответственность подрядной организации мы поручаем как и договаривались я уже не буду повторяться все что я озвучил вы можете цепляться к словам до бесконечности я повторяю хорошо я повторюсь на последней встрече было определено что как только будет оформлен договор мы с вами встречаемся приносим вам договор что мы сегодня сразу момента подписания пожалуйста можно вопрос вот я сделала ремонт буквально этим летом дорогой капитальный ремонт за свой счет я поменяла трубы с меня потребовали 10 тысяч за отключение стояка воды для замены каждой батареи ваша жилищник да вот и теперь когда мне сделан ремонт и придут ваши сотрудники оборудование значит менять и они мне испортят ремонт мне кто-то это компенсирует наши сотрудники любой собственник делая ремонт своей квартире должен подразумевать что он в любой нужный и необходимый момент при любой возникшей ситуации должен обеспечить доступ хорошо хорошо у меня будет нанесен ущерб вот у меня будет нанесен ущерб кто мне его как-то компенсирует домовое имущество это ваша зона ответственности и никто вам не должен был какой кошмар вот люди смотрите пожалуйста смотрите как тяжело в москве жить как нас грабит за что вы мне вымогали 10 тысяч рублей я не знаю кто с вас вымогал я не знаю кто с вас вымогал отключение и слива и слития стояков стоят определенных денег пресс-курант есть на официальном сайте я об этом сделала сюжет на своем канале меня потребовали 10 тысяч рублей за каждую батарею что еще и того 50 тысяч потребовали вот человек говорит что здесь никаких аварий не было но они почему-то проводят все равно работа расскажи аварийной схеме нет но что я могу сказать до 630 постановление вот 9 от 5 сентября семнадцатого года касается только ситуации связанных с фактом аварии то есть если авария имела место вот тогда работает постановление 630 ни в каких профилактических целях или в иных ситуациях она совершенно здесь ни при ничего никаких аварий аварий естественно не было а согласно 630 постановлению значит должны быть указаны префектуры прежде всего объекты пострадавшие в результате аварии после чего префектура направляет департамент капитального ремонта перечень объектов пострадавших от аварии и требующих ликвидации последствий аварий департамент капитального ремонта выпускает решение которому прикладывает акт с объемом работ необходимых для ликвидации последствий аварии и направляет этот документ акт фонд капитального ремонта фонд капитал до ликвидации в этих случаях если имела место авария производится в счет средств фонда капитального ремонта это так 630 постановление записано и вот если бы это было так то схему я вам в общем случае обозначил фонд капитального ремонта уже ищет подрядчика и организует работы по ликвидации причем 630 позали подчеркнуто только работы касающиеся ликвидации последствий аварии вот здесь не все получается так что у них все что они делают сейчас вообще незаконно просто однозначно ну смотрите я закреплю репортаж небольшой на youtube канале валентин шляков вы можете повторе посмотреть и впоследствии использовать эту запись для определенных целей в суде или где она вам понадобится всем своим коллективом спасибо но вы не забывайте пока вот преступления с преступник само государство здесь ничего не изменится я вот читаю лично так потому что если шляков если такое творится в центре москвы можете представить что творится в регионах это вообще на ужас это за что вы платите деньги вы вообще платите деньги за точность за услугу которая вам не была предоставлена вам необходимо собраться всем домом подать в суд я считаю и потребовать не только материальную а и моральную компенсацию причиненные неудобства насколько мне известно направлено в прокуратуру обращение в прокуратуру и в суд во все органы 5 ноября но прокуратура как всегда бездействует ну пока ждем понятно спасибо спасибо иван ну вот примерно такие проблемы то есть люди платят за то чего нет то есть это получается вообще ни за что с них сдирают деньги в итоге работы проводят незаконно нигде они никак не согласованы что за беспредел по обычно обдиралова людей или отмывка может денег которые с них содрали раньше для чего они замутили вообще этот ремонт и небо где нет аварии ну ладно спасибо дорогие друзья я просто думаю что такой беспредел сегодня по всей россии не только в москве но я еще раз вам повторяю если такой беспредел происходит центре москвы то что говорить о регионах или о людях которые живут немного дальше